о чем говорят меня зовут дмитрий щеглов это о чем говорят и мы сегодня обсуждаем очень интересную тему тарас самборский у себя в кабинете нарядный с елкой привет тарас да привет дима но я в кабинете только потому что у нас занята студия другими гостями да и все что мы работаем с полевых да тема как бы одна но она будет расщеплена на несколько нюансов давай начнем с главной темы наверное уже и декабря и наверное чуть ли не года это отставка вадима шувалова с поста главы это произошло в среду 9 декабря он об этом заявил в четверг 10 декабря дума принимает его отставку и назначает там различные назначает в рио и переходит к процессу избрания нового главы давай для начала поговорим о том как вообще это произошло из-за чего это произошло то есть ничего не предвещало беды вот как ты писал вроде как там говорили о том что может быть вадим шувалов уйдет на какую-то должность куда-нибудь это обсуждалось но все равно новость кажется как гром среди ясного неба грохнулась на наш город и кажется даже в администрации не все были к этому особо готовы вот почему это случилось кто это инициировал мы не можем об этом знать и я не знаю потому что потому что отставка вадима шувалова произошла по классическим значит российским канонам да не когда нельзя заранее сообщать него подобных о подобных кадровых решениях судя потому что новое место работы шувалова правительство ханта российского автономного об этом знаем с высокой долей вероятности да я полагаю что я могу утверждать об этом с почти стопроцентной уверенностью вот то отставка готовилась заранее безусловно просто зная регламент подобных вещей как бы я могу сказать что это все было сведомо губернатора и вчерашняя пресс-конференция губернатора теперь мне представляется немножко в ином свете вот и задержка с назначением правительства да и практически я так понимаю что правительство будет объявлено чуть ли не в последний день до данные вот законом по сроку видимо в том числе по той причине что в это правительство войдут новые персонали вот одну из которых мы теперь видимо уже знаем вот и все то есть чисто аппарат на понятно да вот примерно когда готовится начала отставка шувалова куда он идет и кто как бы драйвер от этого и организатор этого процесса а зачем можешь а зачем это уже более интересный вопрос зачем и кто глубинно как бы эту тему спровоцировал как бы я высказал свою позицию там во вчерашней заметки я думаю что проблема с концессии до сургутский гтс вышла на финальную критическую как бы фазу вот и тут уже кто кого и здесь может быть тоже несколько версий ну так если кратко первая версия бенефициары концессии просто торопятся осуществлением вот этого проекта почему его нельзя довести до нужно вы им завершение при вадиме шувалы мне ну как бы не очень понятно может быть надо искать причины в области психологии да вот может быть шувалов не очень хотел этого делать может быть он устал от этого шума может быть а может быть вообще мы все усложняем эмотор работа не старям то что он часто говорю как она ему нравится да не по душе вот вторая причина если мы отскочим на четыре года назад и вспомним вообще как заходила команда шувала как появился вадим шувалов качестве кандидата на пост главы города сургута то мы обнаружим что тогда все говорили примерно одно и то же это явно временный вариант это на какой-то переходный период это там чуть-то не на 12 года вот а потом видимо губернатор будет предлагать сургуту другую фигуру и если считать что все-таки появление команды вадима шувалова это временный какой-то проект то он просто подзатянулся до версия номер два версия номер три который я бы пожалуй начал склоняться сейчас это активизация других игроков которым интересно было бы решить проблему скажем так сургутского градоначальника независимо от того кто но на вчерашний еще день до возглавлял город сургут просто количество озвученных и кулуарных претензий к команде шувалова у некоторых элитных разных групп до ну достаточно не маленькая начиная от пресловутой концессии заканчивая распределением земельных участков под застройку но и многими там какими-то другими вопросами то есть вообще-то бизнес сообщества до командой я бы даже не сказал команды шувалова а действиями разных департаментов городской администрации недовольно это недовольство усиливается еще раз это кулуарные вещи они не выносятся в паблик и они говорят только ну разные группы влияния корпорации представители бизнеса среднего представитель бизнеса малого ну вот собственно вот такой вот как вот такой вот мог бы быть вероятно базис для неожиданной отставки вадима шувалова при этом неожиданность этой отставки видимо не для всех было потому что в тех же кулуарах вопрос о смене команды весь весел но несколько последних месяцев два месяца активно точно наконец четвертое конфликт с думы города сургута он вытекает из первой до моей позиции ну приобретает уже совсем конкретный характер и вопрос уже вмешивается и прокуратура и уже обе стороны начинают друг перед другом оперировать весьма ультимативными заявлениями но это как вроде как распуск думы или что-то подобное я как бы да то есть формально все основывается на проблеме новых правил землепользования которые чиновники вовремя не разработали не представили доме города сургута на основании чего прокуратура выставляет свои представления в общем да ситуация нервная и нервозность это очень усилилась последний вот месяц может быть даже недели две-три ну вот собственно и все вот 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 на 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 этом фоне произошла ожидаемая неожиданная отставка вадима николаевича ну давай тогда прежде чем мы перейдем к разговору о будущем поговорим еще немножко о прошлом то есть вот в июне 2016 года вадим николаевич пришел в администрацию города сургута в декабре 2020 он ее покидает прошло там почти пять лет плюс минус там четыре с половиной года чем как бы мы можем как мы можем подвести итоги работы вадима шувалова в качестве главы что у него базово стратегически вот масштабах получилось что у него не получилось что он мог бы сделать но не стал и так далее как мы здесь бы я наших коллег и зрителей и слушателей читателей адреса бог твоей заметки сегодняшний вот в целом и в общем пожалуй позитивных изменений в управлении городскими процессами магистральных больше чем магистральных провалов я бы так вот вырезался до шувалову удалось увеличить городской бюджет за счет окружных и федеральных денег за счет участия в окружных и федеральных программах это неплохо но опять как я люблю повторять мне в команде шувалова две вещи нравятся 2 не нравится да вот вот они научились это делать то есть забирать и региональные федеральные программы входить в них и участвовать каким-то небольшим местным бюджетом но часто качество выполнения этих программ до вызывает вопросы вот все-таки многие специалисты критикуют городскую администрацию за то что проекты слабо проработаны само проектирование неквалифицированное работа по проектированию ведется кулуарно вот если не сказать она часто вызывает вопросы ну с точки зрения вообще коррупционных каких-то рисков вот но тем не менее бюджет города увеличен он он огромный 33 миллиарда рублей это бюджет которому позавидуют большинство муниципалитетов нашей страны включая и города миллионники административные центры вот сургуте пошли какие-то проекты пошла реконструкция улиц то есть все это прекрасно все замечательно кто с этим будет спорить вот но что мне не нравится что большинство этих проектов носит исключительно пиаровский характер я вот я я всех спрашиваю зачем строить 10 школ если можно отремонтировать там 20 до на эти деньги причем здорово отремонтировать вот то что я услышал вчера от одного своего коллеги в москве совершенно простой ответ но на этом же pr не построишь поэтому многие проекты боюсь носят исключительно пиаровский характер ради бога пускай чиновники на этом пиарится пускай власть себе ставит это в заслугу если при этом идет какое-то позитивное развитие города но в собственно развитие города вот другой вопрос что некоторые проекты или проблемы городские решаются по-прежнему очень медленно очень медленно да и если вот мы говорим о проблемах во взаимоотношениях бизнеса и городской администрации то вот как раз вопросы которые остро стоят на повестке дня для малого бизнеса для микробизнеса и для среднего бизнеса городскими чиновниками решается не так охотно как вот но вот эти программы да по совместному финансированию разных хороших интересных проектов за четыре города года город сургут так и не сформулировал краткосрочной среднесрочной задачи на свое развитие ну как 500 тысяч набрать вот нет это декларация которая опять-таки носит пропагандистский характер до пиаровский характер и это просто одна из задач по дальнейшему увеличению бюджетного сигнал ну бюджетного финансирования тех или иных проектов на территории сургута вот но но вот абсолютно большинство экспертов это чиновники разного уровня и чиновники санта-массийской чиновники из москвы там и ну короче говоря разные люди с которыми разговариваю они говорят что проект очень опасно он слабо просчитанный и за ним не стоит ничего кроме желания привлечь до дополнительные бюджетные средства сургут и тут большая проблема в администрации вадима шувалова желание увеличить бюджет города сургута похвально и прекрасно и любой мэр должен заниматься этой задачей но ее нельзя реализовывать не знаю конечной цели да вот 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 в этом вот вот в этой политике пока сургут увеличивать свой бюджет экстенсивным способом то есть он берет деньги на новые социальные обязательства на новые социальные проекты то есть мы увеличиваем население а объективно экономической почвы для этого нету мы об этом говорили да сургут не построен там не знаю ну там нефтехим комплекс у нас нету нового производства которое привлекло бы в город там тысячи высококвалифицированных специалистов нет сургут растет по совершенно примитивному пути население сургута вот и это население не вносит никакого существенного вклада в там ввп города ввп в валовый региональный продукт региона вот ну вот и все поэтому как бы привлекать деньги надо но город же не решает проблему как бы благоустройство да то есть мы строим новую школу старая школа остается отремонтировать мы строим новую дорогу старая дорога остается разбита вот мы ремонтируем 15 дворов а 1500 дворов остаются нетремонтированными и сроках реконструкции ну просто уходят там в десятки и сотни лет вот и не вот это очень серьезная проблема мне кажется что нынешнему составу городской администрации не удается и видимо не удастся еще в какое-то время спроектировать ближайшее развитие города таким образом чтобы он улучшался в тех рамках тех масштабах которые сформировались на сегодняшний день мы мы идем в новые пространства мы идем в новые территории да мы беремся хватаемся за новые проекты которые через 5-10 лет точно также обвечают при этом мы не вкладываем деньги в старую инфраструктуру вот это вот политика чревато большими рисками конечно ну что ж ладно мы будем сейчас переходить следующей теме подписывайтесь на канал seapress.ru на ю тубе читайте seapress в его истинном воплощении на seapress.ru следующая тема будет о том кто у нас будет мы поговорим о том кто может стать следующим главой у кого какие шансы будет очень много интересных фамилий которые может вы кого-то помните кого-то нет и переходите к следующему видео там будет весело